И сразу же будет такой инструктаж к съемке, как готовиться к съемке, как в принципе в такой студии работать. Студия создана, чтобы максимально быстро и много писать видеоуроки и проводить вебинары. То есть все, что мы сейчас сделаем, может быть, в прямом эфире. Рафаэль, ты запись нажал? Да. Вот. Если сейчас есть какой-то у вас там ресурс, мы можем, например, YouTube канал университета, мы можем выйти в прямой эфир. Но это все долго настраивать, пока что просто в записи. Мы сейчас пишем звук, мы потом попробуем, какой у нас качество звука. Посмотрим качество картинки, мы тоже сегодня настраивали. Здесь комплектация базовая. Хочу сразу сказать, что это минимальный набор оборудования для съемок. Есть комплектации гораздо более функциональнее, когда две камеры, два микрофона, больше доска, лучше свет и так далее. Студия называется Видеодоска. Мы более пяти лет уже занимаемся подобными конструкциями. У меня три видеостудии в Москве и больше 30 видеостудий подобных мы поставили уже по СНГ. В чем фишка? То есть это стекло, специальное каленое, светорассеивающее, химически просветленное стекло с полировкой кромки, чтобы максимально в торец светят RGB светодиоды и подсвечивают маркер. А где белый маркер? Синий маркер еще, ребята, должен быть. Не видать там нигде. Ну ладно, хватит этого. Ну в принципе вот так вот пишет белый цвет. Да ладно, не надо, вот белого хватит. И мы можем менять подсветку. То есть в зависимости... Ну тут белый он как бы светит тем цветом, на котором ему идет оттенок от RGB светодиода. Вот красный он как бы меньше меняет оттенок. Вот мы можем менять цвета. Вот на примере белого, да, вот это красный. Ну давайте оставим, например, вот такую белую бирюзовую подсветку. Вот. Значит, как маркеры стираются? Вообще они стираются достаточно легко. Давайте здесь вот допишем. Видео доска. То есть когда маркер высохнет, вот этот, он уже чуть высох, мы чуть посильнее нажимаем, он достаточно легко стирается. Для того, чтобы, вот если у вас вся доска изрисована, предусмотрен моющий как бы пылесос, да, то есть когда мы много напишем, мы можем прориснуть, здесь обычная вода. Обычная вода. Когда вся доска максимально исписана, обычной водой мы вот так вот можем все убрать. Вот. Ну и уже остатки стираем обычной салфеткой, либо бумажной полотенцем. В данный момент я стираю вообще туалетной бумагой. В общем, легко все стирается. Давайте еще раз напишем. Имейте в виду, что сразу же у нас есть границы кадра. Например, вот то, что я пишу вот здесь вот, или, например, где-то вот здесь вот, оно не попадает, как вы видите, в кадр. Ну, то есть у нее есть как бы границы. Вот. Когда мы пишем, нужно писать. Частая ошибка преподаватель. Ну, кто первый раз снимается, мы начинаем писать вот так вот. То есть мы пишем, как будет на лице. Нужно писать немножко справа от себя. Да, и еще часто у преподавателей, чтобы было видно на последней парте, начинаю достаточно крупно писать. Не нужно. Нужно писать мелко и печатными буквами. И это достаточно сразу же уже хорошо видно, даже небольшим почерком. Ну, печатными буквами. На монтаже, если вы долго какую-то рисуете, лучше красиво, медленно написать, нарисовать, потому что на постмонтаже это можно ускорить. То есть мы этот момент, у вас будет вот это слово, оно какое-то длинное там, университет. Красиво, медленно пишем, на монтаже это ускоряется. То есть вот этот момент, не бойтесь вот этой неловкой паузы. Лучше красиво нарисовать, потому что, еще раз говорю, на монтаже это ускорится. Это будет за секунду написано. То есть оно будет так. Все. Это очень важно. Да, ну вот сейчас я пишу красным, можно, например, красным выделять. Давайте еще раз посмотрим, как у нас вот красная подсветка. Вот при красной подсветке, если бы я писал, я бы, например, оставил красную подсветку. Очень важно в маркеры добавлять воды, потому что часто маркер полежит, прям высохнет, и он еле-еле пишет. Обращайтесь к оператору, потому что, ну, очень много от маркера зависит. Ему нужно добавить воды, вот так вот потрясти его, как бы подготовить, понажимать, активировать. То есть вот этот стержень, он прям должен пропитаться вот чернилом от маркера, чтобы маркер хорошо писал. Вот. Ну, маркеры, опять же, тоже есть сейчас какие-то базовые, они одной толщины. Есть маркеры потолще. То есть это обычные маркеры для стекла, либо меловые маркеры. Вот так стирается, когда еще маркер не сильно высох. Это что касаемо маркеров и рисования. Дальше в комплекте, ну, не то, что в комплекте, вообще, есть кликер для управления. Им можно начинать съемку. То есть если мы тот монитор, которого оператора выведем сюда, здесь поставим, например, барный стул, и будем начинать запись уже кликером. Ну, то есть можно без оператора. То есть студия задумана так, чтобы максимально не ходить туда по проводам, преподаватель заходит. То есть когда уже там преподаватели, которые как бы разбираются в технике в такой, могут записываться сами без оператора. То есть заходите, надеваете микрофон, нажимаете кнопку, все, беспроводную клавиатуру сюда ставим, и можно записываться. Нажав кнопку на кликере, то есть камеру можно запустить кликером. Вообще, хочу сразу же сказать, что эта видеокамера, она может подключиться к интернету, и оператор может удаленно даже ее управлять. То есть это такие специальные камеры, которые вот давайте вот мы сейчас, я прям камеры, видите, немножко приближаю. То есть это как пульт от телевизора. Камера. Камера созданная для удаленного управления. Вот это я делаю пультом. Дальше. Ну вот это что касаемо рисования. Можно вывести презентацию. Рафаэль, пожалуйста, выведи презентацию. То есть в данном случае, когда у нас презентация справа, мне нужно смотреть как бы направо. Или давай налево, вытяни ее налево, чтобы у нас этот… То есть когда презентация слева, мы смотрим в левый монитор. Когда презентация справа, соответственно, вправо. И нужно разбавлять немножко картинку, чтобы, ну, входить в кадр, не выходить за кадр. Очень часто ошибка преподавателей, что они… Значит, или спикеров, кто здесь записывается, они вот так вот, видите, в кадр выходят. Это считается уже брак. Не выходить. Ну, здесь еще постелим коврик, потому что вот эти вот шорохи, они слышны. То есть здесь обязательно нужно постелить ковролин. Еще сразу же про экспозицию, да. Вот я сейчас смотрю в камеру, смотрю вам в глаза. Очень часто смотрят в свое отражение. То есть преподаватель начинает говорить и смотрит в отражение, смотрит вообще, ну, видите, что это не туда. То есть хотя бы в самом начале нужно зрительный контакт поймать, нужно смотреть именно туда, только туда. Вот часто такое, кто не снимались, они вот встанут и вот так вот разговаривают, разговаривают, ну, блин, это не то. Надо хотя бы приветствие, хотя бы вот поймать вот этот зрительный контакт. Это очень важно смотреть не в отражение, а в камеру. Дальше. Ну, вот, собственно, вывелась презентация. То есть это обычная PDF-презентация. Вот кликером сейчас я ее листаю. Например, до этого и после этого. Обратите внимание, что у презентации как бы вырезан фон. Давайте вот это, наверное, смотрим быстренько. То есть все, как мы сейчас видим, оно так и получится. Идеальный сюжет сценарий ролика – это показать несколько слайдов, порисовать, стоп. Все, ролик готов. То есть у нас есть какая-то графика, у нас есть рисование, чтобы потом, когда мы нажимаем стоп, уже стереть с доски, чтобы это не попадало в запись. Это обычная презентация, только она сохранена в PowerPoint и вставлена сюда. Она сделана изначально на черном фоне. То есть если мы будем сниматься на темном фоне… Кстати, вот там еще есть фоны, на них тоже можно будет сниматься. Их лучше перевесить сюда и, то есть уже сниматься не на сером фоне, а на цветных. Какие-то вопросы, если есть, сразу же задавайте. Вот. Давай презентацию еще раз. Как готовить презентацию? Убери пока это. Эта презентация сделана в формате 3х4. То есть размер картинки, видите, вот такой вот. Ну, то есть она как бы квадратная, по большому счету. Очень частая ошибка в презентациях. Презентацию нужно заранее перед съемками отправить сюда ребятам-операторам. Презентация здесь имеет свой формат. Обратите внимание, какие крупные буквы. То есть обычно вы делаете презентацию, там много мелких, минимум 20 размеров должен быть, букв, минимум. Иначе они будут очень мелкими и вот ничего не видно будет просто. Поэтому либо мы, и мы презентацию делаем в формате 3х4, либо если мы делаем ее 9х16, прямоугольную, то мы оставляем место пустое, а с одной стороны кадра. То есть там, где вам слайд, например, не нужен по сценарию, допустим, у вас идет, 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 и нужно что-то нарисовать. Вы можете прям пустой слайд вставить, и он как бы, ну, его не будет, и просто вы как бы порисуете что-то. Презентацию вот я могу включать-выключать вот кликером. К тому же. Что еще по презентации? Презентацию лучше готовить прямо на черном фоне. То есть понимая, что фон вообще вырежется. Как сделана вот эта вот минимальная анимация? Это тоже очень важно. То есть мы берем один большой слайд, вот прям берем его. Кстати, зачем указка? Вот очень часто с указкой можно показывать. Это лучше, чем вот так вот пальцем рукой. Указка, недавно мы начали это применять, чтобы. Как сделан этот слайд? То есть это просто вот был слайд изначально вот такой. Мы его копипастили, ну, то есть мы скопировали этот слайд и вставили, но убрали один элемент. Потом снова копировали, вставили и брали один еще элемент. И потом еще один, и потом еще один. Чтобы у нас дозировано появлялась информация. Потому что это очень важно, это критически важно. Вот вы учите студентов, а по сто раз одно и то же им говоришь, люди не понимают. Здесь то же самое. Сто раз говоришь, приносят все равно. Кто-то сразу, один раз сказать, кто-то вообще ни в какую. Вот так вот красивее смотрится дозированная информация. Вы перечисляете первый пункт, функции менеджмента. Да, вот вы как бы перечисляете планирование, организация, мотивация, контроль. И вот надо лучше разбить. То есть тут предпродакшн в съемках, он очень важен. То есть мы дольше готовимся к съемкам, но зато ролик потом получается в итоге быстрее. Классическим способом снимать, это когда просто стоит видеокамера, мы ведем съемку и на постмонтаже это все накладываем. В этом случае очень долго нужно монтировать. И это дольше дороже. Всегда работа идет с методистом. Не нагружайте преподавателя с методистом и с дизайнером. Не надо преподавателя нагружать, сделайте хорошую презентацию, вот этими какими-то функциональными элементами. Гораздо лучше и проще вместе с преподавателем поставить либо это методист, либо это дизайнер, который поможет сделать презентацию. Потому что это очень важно. Лучше я еще раз говорю, подготовить хорошо, чем потом сделать фуфло. Значит презентацию закрываем, потому что в принципе все. Ну давай еще в картинке там были. Да, конечно. Сейчас можно вывести, сейчас мы дальше об этом поговорим. Дальше. С кликером разобрались, с рисованием разобрались. Сразу же хочу сказать по одежде. Это тоже инструктаж, это тоже очень важно, потому что вот всегда нельзя надевать, может знаете, в полоску, в мелкую полоску. Оно будет рябить. Вот если у кого-то есть мелкая полоска, выйдите, оно будет рябить в кадре. Большая полоска можно. Мелкая? Попробуйте. Не видно сейчас. Видите, немножко рябит? Чуть-чуть есть такое, но вполне смеется. Да, вот оно идет. Вот так не нужно надеваться. Всегда на съемке, вот я и ребятам вчера говорил, всегда два варианта одежды. Это очень важно и девушкам, и мужчинам, потому что пиджак, его всегда можно снять. На пиджак очень хорошо встает микрофон. Если мы ведем съемку на темном фоне и одеваем белую рубашку, то будет примерно вот такой вот эффект. Видите? Ничего не видно. Отходим, а она есть. Понимаете? Поэтому однотонную, желательно немножко темную одежду, но не такую яркую, потому что если я пишу на себе, и не ярким маркером, ее вообще становится не видно. Вот это еще, видите, более-менее видно. Но опять же, вот. Если мы поставим сюда белый лист бумаги, почему нельзя на белом фоне? Потому что она будет вот так вот теряться. Видите, исчезает. Вот. Поэтому по одежде. Всегда два варианта, лучше три. Прям берите несколько рубашек, приходите сюда, смотрите, как лучше. То есть здесь, ну, всегда в студии, здесь в данный момент не хватает по мебели. Тумбочка должна быть, либо стол здесь. Зеркало. Зеркало для визажиста, для косметолога. То есть большое зеркало, где-то здесь вот его можно поставить, чтобы смотреться. Это очень важно. По поводу рубашек. Шкаф с одеждой, куда все рубашки составляются. Спикеры, которые знают, часто снимаются, сразу приходят с нескольким гардеробом, переодеваются, снимаются, потом переодеваются обратно в подседневную одежду. Пиджак очень хорошо встает в микрофон. Когда приходят, опять же, девушки, если они придут в белом обтягивающем платье, ну, микрофон некуда просто, он будет где-то некрасиво цепляться. Лучше блузка, лучше рубашка, лучше что-то с воротничком, потому что сюда можно микрофон всегда спрятать. Вообще по микрофону, если уж на то пошло, то сюда можно поставить микрофон пушкой, надевать петличку, ну, это уже другая история. Вот. Поэтому обтягивающие такие платья, однотонные, ну, они, с ними сложнее сниматься. Вообще на белом очень сложный свет вот этот выставить. Так, здесь тоже закрыли вопрос. Зеркало, тумбочку вы сюда поставите. По поводу вывода видео. Самое простое, как можно подготовиться к презентации, это вывести скринкаст. То есть можно вывести не только презентацию просто, но и все, что мы делаем на компьютере, выводим вот сюда в кадр, либо то, что в данном случае на iPad. Ребята уже подготовили, это мой iPad. Здесь есть специальная программка платная. Вот она у меня сейчас есть, там ее нет, ее нужно настраивать. В общем, вот все, что я делаю сейчас на iPad, вот оно сюда выходит в кадр. И мы сделали немножко ее прозрачной, чтобы можно было, опять же, рукой или указкой что-то показать. 89% доля новых посетителей на моем сайте. Это источники трафика, прямые захватки. Видите, показывает. Специально сделано, то есть прозрачность можно увеличить, уменьшить там. То есть здесь, как это вообще работает? Камера пишет на компьютер сразу же и можно сказать, в прямой эфир. И тут слои. То есть есть слой с видео и есть слои, как в фотошопе, PNG-шный. Например, вот эта вот, она не была изначально PNG-шка, мы у нее здесь, здесь в программе вырезали фон. Но как бы один слой, и вот это у нас второй слой, и они слои, 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 и мы как бы выводим это все в одну картинку. Здесь такой принцип. Поэтому сейчас это тоже слой, он немножко 3D преобразован. Ну, это вот. Соответственно, что сюда можно вывести? Вот сюда можно вывести. Выведи. Можно вывести вот сайт, то есть вся анимация. Кстати, сейчас дойдем дальше до презентации, потому что прошлая презентация была загружена через PowerPDF. То есть она, в принципе, статичная. Если мы сюда по NDI подключим компьютер и будем захват экрана делать из PowerPoint, то анимация сохранится. В общем, можно в PowerPoint, в принципе, но тут надо еще один компьютер. Как вы, если говорить про вывод видео, да, то есть можно сюда просто картинки вывести, вот листать и показывать, и не готовить никакую презентацию, просто на iPad открывать картинки. Про вывод видео. Давайте покажем сейчас возможности. Ну, вывод видео можно, например, сделать вот таким вот образом. Да, ну, это просто у нас как бы мы... То есть мы видео, сейчас вставляем видео. Можно как бы прям граффичить, прям взять MPEG 4 и вставить. Тоже можно. Можно, гифки очень хорошо заходят. Рафаэль, найди какую-нибудь гифку в интернете, любую, и загрузи, пожалуйста. Кстати, вот сейчас тут будет момент про сенсор. То есть вот я показываю, это PDF-презентация. Видите, у меня здесь крутится гифка. Сейчас мы, прямо сейчас Рафаэль, он найдет какую-нибудь гифку в интернете. Знаешь, в BI там, гифка, огонь, что-нибудь такое, желательно PNG. И по поводу взаимодействия. Вот можно вот так вот еще взаимодействовать с презентацией, если сюда поставить сенсор. Что такое сенсор? Сенсор это по факту, для Windows это мышка, это устройство сенсорного ввода. Только это сенсор, это инфокрасная рамка, ось координат, которая сюда наклеивается по экрану, и Windows думает, что я мышкой двигаю. Рафаэль, подвигай, пожалуйста, вот эту штучку, логотип, просто подвигай. Видите, ну как бы он двигает, а когда я двигаю сенсором, оно, ну вот так это примерно работает. То есть, вот он сейчас подвигал мышкой. Вот, соответственно, через iPad, либо через другой ноутбук, в кадр, можно выводить презентацию, либо, ну все это можно выключить. Что еще? Гифку ты сейчас загрузишь. Это можешь выключить. Вот это на самом деле то, что реально используется. Есть еще другие функции, но вот это реально используется. А, Рафаэль, сейчас. А давай уменьшим слой с видео, как я вчера показывал. Я выключил, уже у меня. Не-не-не, само видео, само прям видео. Оно залочено стоит там, замочено. Уменьши его, еще уменьши. Уменьшай, 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 и вправо нижний угол. Вот вниз, вот вне сюда, правее. Нет, да, правее. Ну вот, где логотип? Да-да-да. Соответственно, можно сделать вот так. И эту, во весь экран сделай. Ну, сейчас у нас фон немножко отличается. А, ну, можно сделать контрастность, он будет фон такой же. Зачем это нужно? Если преподаватель приходит, педагог, и, ну, это у женщин бывает, то есть, они не накрасились, они чувствуют, они не хотят, чтобы во весь кадр, да, ну, не хотят, ну, то есть, когда, ну, можно не показывать, да, мы можем сделать вот таким вот образом. то есть, только у нас черный фон, он, как бы, будет сейчас сливаться, ты можешь настроить этот, там, цветокоррекцию, просто контрастности добавишь, он станет черным. Вот, один из форматов, это вот такая съемка. Это не гифка. Ну, давай. Такой формат, не, она не гифка. Она в формате гиф, но она не гифка. Закрой пока. Открой Мозилу. Сохранить. Открой Мозилу. Нет, я гифки нашел, но тут есть. Ну, давай вот эту, любую, сюда подгружай. Добавить, да, изображение, изображение. Ага. Выбирай. Окей, откройте, откройте. Это не гифка. Не формат гифка. Нет, нет, я тебе говорю, это не то. Нет, я вот почему-то нажимал. Да? Да, я вот точно так же делал. Блин. Не, ну, давай. там есть еще один фон, сюда можно повесить карниз, коврик, немножко поролон, этот звукопоглашающий. То есть, на него немножко, чтобы эхо не летало. Эхо сейчас есть. Вот, кондиционер, свет. Сюда барный стул неплохо бы, вот, часто ставят. в принципе, вот это все основное. Это ведь, давайте сейчас посмотрим, что получилось. Давайте еще гифку загрузим, посмотрим, что получилось. В принципе, все. давайте посмотрим, что получилось. Сейчас нам Рафаэль включит. Включаем свет. А мы здесь, на мониторе, там ведь? Ну, сюда, лучше там, проще, мне кажется, будет. Останови запись, давай просто посмотрим, что получилось.